Снижение иммунитета беспричинное. На первый взгляд аллергия, болезни печени и почек. Причиной тому может быть обычное мясо, приобретенное в супермаркете. На вид и запах свежие продукты, но даже дата фасовки не гарантирует, что курицы, например, или куску говядины срок меньше месяца. Редко шпигуют препаратами свинину, а вот птиц и лекарственных добавок предостаточно. Достаточное содержание антибиотиков в продуктах питания, которые мы подъявляем, Оно нормируется, но, к сожалению, подходы в разных странах, они различны. Если мы возьмем Российскую Федерацию, то у нас используют антибиотики при качестве профилактических препаратов для лечения продуктивных животных. Также они являются составными частями кормовых добавок. Если животное выращено на антибиотиках, следовательно, молоко, мясо и яйца будут содержать лекарственный препарат. А это значит, потребитель, сам того не понимая, практически принимает таблетки. Поэтому специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят контроль качества продукции и пока в Хакасии с подобной безответственностью производителей сталкивались редко. Из 115 проб на наличие антибиотиков в мясе птицы, изъятые у продавцов, обнаруженные химвещества были всего в одной партии. Нестандартной пробой являлась продукция птицеводческая, птица отечественного производства, кузбасского производства. То есть нам и были предприняты соответствующие меры. То есть это изъятие продукции из оборота, как правило. Информирование Роспотребнадзора в субъекте, где расположен производитель, указанный на маркировке. Поджидают неприятности любителей фастфуда. Сроки хранения гамбургеров и картошки фри просто поражают. Эти продукты будут свежими и через неделю, и через месяц. Однако процент тех, кто согласился ради прибыли травить потребителей, очень маленькие законодательства в России в отношении таких предпринимателей жесткое. Определенная норма. То есть в настоящее время в Российской Федерации это 0,01 микрограмм на килограмм веса продукта. То есть вот такая норма существует. Но это в случае, если лабораторно будет подтверждено наличие лекарственных препаратов в составе продукта. А определить это на глаз невозможно. И пока с этим Роспотребнадзор ничего поделать не может, кроме как выборочно проводить исследования пищевой продукции на предприятии. И еще надзорщики предупредили. Все, кто недоволен тем, что продают в магазинах республики, должны принести официальное письменное заявление. А только со слов покупателя проверку ведомства провести не может. В защите своих прав покупатель тоже должен поучаствовать. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.